Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 6 сентября 2020 года. Представляю вам фильм «Тритополя на Плющихе. Раскрывают свои порталы и тайны». Многие советские помнят фильм Татьяны Леонозовой «Тритополя на Плющихе». Снимался фильм частично в одном из домов на нашем маршруте по Москве до Потопной. Мы шли и рассматривали старинные дома, засыпы, закопы, а также современные дома, но построенные на старых допотопных стенах. Есть такой дом архитекторов, рядом улица Плющиха, откуда героиня фильма, играла народная артистка СССР Татьяна Доронина, смотрит в окно на своего случайного знакомого, ну, как бы уже и не случайного, а почти родного, объединила их песня «Нежность». Водитель такси играет Олег Ефремов. И вот там у них и телепатия, и передача мыслей. Оказалось, что эти люди, которые случайно встретились, в общем-то, близки друг другу по духу. А мы, когда шли, и не думали, что это место нам откроет еще одну свою тайну и пустят в подвал до Потопного дома. Но все по порядку. Сначала нам открыл свой подъезд сам дом архитекторов, в котором жила заловка героиня, сестра мужа. Дом архитектора. Я не снимаю. Не хочешь попасть в кино? В кино не хочешь попасть? Все. Чуть-чуть, ладно. Большой тамбур, широкий. Толстые стены. Толстые стены. Подъемте его обойдем. Так, ну теперь пошли в отбор. Да. Да, кстати, это тамбуры, девочки, самые настоящие. Вот смотрите, что я вижу. У подъезда сделаны тамбуры. Значит, дом был без них. Это, скорее всего, сделано после уже этого климата, изменения климата. Они были не нужны. Они были не нужны, да. Лестница, кстати, тоже могла быть другой. Могли лестницу переделать, лестничные проходы. Но при ямке здесь есть однозначно огромные причем. И там дальше вот везде, везде, везде. Вон на подвалах. Подвалы здесь полноценные. Естественно, мы видели уровень засыпа, который мы шли. И дальше он еще вот идет. Вот оттуда он стекался. Я так думаю, там дальше Плющиха. И по Плющихе пойдемте туда. Шел вот этот основной засып, который стекался сюда. Дом архитекторов, вид сверху, сделан в виде полукруга. Построен в 1930-х годах. Однако, если дом был допотопный или построен, восстановлен, как допотопный, на старых стенах, а все признаки к тому есть, то по центру когда-то стояла церковь. Это еще в 1930-е годы. Потом она была снесена. Церковь, полагаю, как трансформатор, генератор энергии, направляющий на линзу дом, полукруг, излучатель, атмосферного электричества. Дом на старых подвалах. Сам район известен с незапамятных времен. Официалы датируют современные названия улиц аж с 15 века. То есть очень-очень древние. Поэтому здесь все могло быть уже застроено каменными домами. Фото, кадр из фильма, из окна. Тот самый двор. А дома справа уже нет. А вдали виднеются два дома, также на старых допотопных стенах. Одно здание сохранило фрагменты перекрытий 15, 16 или 17 века. По крайней мере, перекрытия так можно датировать. Потому что уже в 18 веке они были другие. В 19 еще были другие, измененные. Значит, смотрите, получается, что, по крайней мере, в 17 веке здесь дом был. Вот эти потолки об этом говорят. И не только он здесь был. Здесь были вот эти большие, с толстенными стенами дома. Им ничего бы не сделалось, они, в принципе, могут пережить очень много и сохраниться. У них могут упасть перекрытия деревянные, там еще что-то. Но стены сами могут устоять. Они могли устоять и в 12-м году, и могли устоять в Крымскую войну и сохраниться. Потому что потолок, он сохранился с 17 века точно. Может быть, это и коридорчик, но он с 16 века. С 17-го, с 16 века вот такие перекрытия делали. Из красного кирпича. Глубокий подвальщик. Ну, там, в принципе, наверное, там все перекрыто панелью. Там нет ничего интересного. Все пластиком, да, там уже не интересно. Вот это вот живой. Еще, знаете, такой момент. Сейчас. Ну, точно, посмотри. Метра восемь есть, наверное. И подвал, и вход. И вот какие узкие, узкие проходы, лестницы. Там далеко интересного, глубоко. Не знаю. Посветите. Кто-нибудь может посветить? Так, я на что-нибудь. Нет. Так, кирпич, что за кирпич у нас? Крашеный, красный? Крашеный, красный, по-моему, да? Я не боюсь ничего. Это бывшая моя работа. Очень хорошо. А кирпич какой? Кирпичный. Кстати, кирпич крупный. Кирпич, смотрите, какой кирпич. Крупный, большой. Он красный? Он бурый. Бурый? Да, темно-темно-красный, обожженный. Очень хорошо. Девочки, сейчас кейс-бивизы. А что там дальше? Там дальше идут эмуникации. Все, тогда пойдемте. А тут еще огонь очень интересный. Да. Да. Мы ее сейчас осколочек себе возьмем. Эта деревянная рама. Кирпич очень крупный. Смотрите, какая окошко. Все, вот. Тут рама тоже, да? Смотрите, какие деревянные рамы. Так, ну это уже кое-как делали. Это уже потом, когда его устраивали. Так, здесь окно у нас получается. Как интересно. Его заваливали. Его пытались, его бетонировали. Посмотрите, кто-нибудь сюда, вот на окно. Так, здесь кругом красный кирпич у нас. Да, вот сюда вот тоже красный кирпич, кругом это дом. А вот посмотрите, какая вот эта балка уже разрушается. Это уже стая, это то, что делали, лестницу подделывали. Здесь же какая-то другая была. Она уже все. Так, здесь была стена, вот его бетонировали. Вообще здесь оно могло быть выше, это окно. Это просто перекрытие сделали уже новое. Более у вас, очень осторожно. Так, и здесь у нас песок весь, смотри, засып идет. Посвети на пол, пожалуйста, на пол посвети. Что здесь у нас происходит? Здесь у нас ничего. Груб. Уголь. Я думаю, что здесь было печное отопление. Там еще помещение, еще немножечко ниже. Уголь, да. Это они готовятся, наверное, в зиме. Вот там еще подвал. Елочки, это уголь, у вас есть круг. Так, посветите кто-нибудь сюда еще. Посвети, пожалуйста, это елка. Ого. Это уголь, девчонки, смотри. Посмотрите. Поснимайте кто-нибудь уголь, да? Печное отопление, да. Но он глубокий, и там грунт опять, он недооткопан, дом. Мы опять стоим на грунте на каком-то, да? То есть здесь нет фундамента. Смотрите, какая арочка. Да, посвети, вот так хорошо, вот так вот, отлично, отлично. Кто-нибудь, во-во-во-во. Там еще арочка тоже есть, окно какое-то. Девчонки, дом рушится, караул. А посвети, пожалуйста, на арку. Мама дорогая. Вот, отлично, отлично, хорошо. Не представляете себе, что тут творится? Пол, лаги. И вот это все упало. Угу, ужас какой. Ну ладно. Это все упало, это дом аварийный. Вот его уже пытались здесь, уже силикатным кирпичом достраивать. Перекрытие тоже тлеет. Ладно, пойдемте. Так, свечиники. Это военные. Это сороковые годы. Угу. Это я точно знаю, у меня был такой. А это типа балкон что ли был? Я не помню, это что такое? Тут, я не знаю, тут ниша какая-то. Ниша какая-то. Вот здесь вот идет пол. Вот это вот идет, здесь пол. А там вот это вот, то что висит, то упало. Не, ну может быть это балкон был? Исторически как бы. Да. И засыпан. А там окно. А там окно внизу. То есть он вон куда еще засыпан. Здесь даже не дооткопано. Вот какой уровень. Нормально? Снимаем еще, да, сними эти фотки. Это очень важно, потому что у меня не все включает. Капитально не зайдет. Можешь посветить сюда? Так куда еще свечет? Вот сюда вот, вот сюда вот на арку. Что здесь тоже есть. Вот здесь какой-то проход был, может быть и так могло. То есть это его родной дома. Так что вот это не только этот подвальчик, а там еще подвальчик. И он еще и недооткопан. Вот какой дом на плющике. Здесь очень узко. Отпал. Ну что, девочки, нам портал открыли, да, получается. Смотрите, там вот один подвал, а дальше там еще подвал. Там окно есть и там балкон есть. И все это подзасып, и он еще не дооткопан. Балкон есть. Смотрите, вот это вот, это была рамка, а это уголь. Это уголь. Здесь была котельная, но там есть окно. Там есть окно родное с этими. Там есть балкон. И там пол, грунт, то есть он недооткопан, и этот уголь вывалил просто на этот грунт. А красный кирпич идет еще глубже. Вот сколько. Это, между прочим, дорогой уголь. Камень, да. Это блестяще. Значит, какое-то время он утопился углем, этот дом. Вот это Тритополи на плющике. Так что это не просто в фильм попал дом. А вот если бы он в фильм не попал, может быть, мы бы мимо прошли и не заметили. Да. Но она приехала к сестре сюда, к заловке. Так, пошли. С другой стороны. Это дом на плющике, который... Подтягиваемся и резюмируем по этому двору. Подтягиваемся. Вот у нас дом архитектора. Вот у нас дом на плющике, который мы только что выяснили. Какие там непонятные глубины подвала. Вот у нас еще один старый дом стоит. Вот это все куски той самой допотопной Москвы, которая могла быть еще 16-го, с 15-го века. Здесь все это были громады домов. Они могли рушиться, но больших-то воин не было до войны 12-го года. Не было здесь в Москве каких-то разрушений. Соответственно, это все дошло до войны 12-го года. Сожгли, потом восстановили уже деревянную. Очень часто восстанавливали потом. В Крымскую войну, я так думаю, был повтор. Еще раз побомбили Москву. И вот уже настраивали, подстраивали. Всю историю нам стирают. Если дом этот, допустим, подлежит, будет снос, его потом уберут, мы вообще не найдем. Вот мы его сейчас зафиксировали. Ну и на видео зафиксировали. На Курской тоже такой же дом, на Валене. На Курской там их везде. Это были дома. То есть она, Москва, была вот в этих домах. А до этого еще был белый камень. Возможно, что вот после уже этой войны 12-го года этого белого камня вообще уже не стали. Только в кирпиче делали. Но в красном кирпиче он еще не был засыпан. То есть под нами глубина там метров 10 настоящего города. Как минимум метров 10. А то и больше, потому что это уже высокое. Вот Плющиху, она посмотрите, ну, видели улицу, она ровная. Вот этот засып был ровный. Они делали засып, и вот я пришла к такому выводу, по улицам, по главным улицам, по большой точке самой. Допустим, были естественные высоты. Они по самым большим высотам засыпали. Все это потом растекалось по дворам. Раскидывалось, может быть, как-то. И вот здесь вот уже этот засып. Потому что уже во дворах мы видим неровность. Видите, тут откопано, тут неоткопано. Тут уже там криво, косо, он туда вниз идет. Вот это недооткопали. Вот это там откопали. А улицы выровняли. Ходи. 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 Ходи.